Наверное, каждый когда-то мечтал прогулять уроки и отправиться в цирк. Сегодня некоторые школьники так и сделали. Они попали на настоящий урок дрессуры. Его устроили артисты цирка Никулина Карина и Артур Багдасаровы. Мы уже договорились, что в любом варианте это хищники. Самое безопасное расстояние между хищником и дрессировщиком – это как раз расстояние вот этой вот вытянутой палки. Ближе и короче, если вы будете подходить к хищнику, вы попадаете на его лапу. То есть он может вас зацепить и может вас поранить. Поэтому это самый безопасный вариант. Вместо указки – палка, тумбы вместо парт. А в роли учеников – шесть взрослых диких кошек. Смышленых, внимательных, но не всегда послушных. Карина и Артур Багдасаровы пригласили тагильчан на открытую репетицию. Вход на нее был бесплатным, поэтому любой желающий смог не только увидеть работу дрессировщиков, но и задать интересующие вопросы, на которые те отвечали с удовольствием. Дети задают свои вопросы, у нас нет запретных вопросов. Все, что они задают, на все мы отвечаем. Мало того, мы начинаем рассказывать и показывать, как происходит действительно настоящая дрессура, что такое палка, почему тигр не боится прыгать в огненное кольцо и так далее. Они уже своими глазами начинают это все видеть и осознавать по-своему. Те дети, которые сегодня посмотрели нашу репетицию, наш мастер-класс, они получили намного больше информации, нежели те люди, которые приходят в цирк за деньги. То есть они окунулись в самое сердце. Они узнали, во-первых, чем я хочу порадоваться, тем, что дети сегодня поняли, что тигров в цирке не бьют, над тиграми в цирке не издеваются. Они видят, как мы обращаемся со своими животными. Они увидели палки, с которыми мы репетируем. То есть мы даем детям понять, что цирк – это хорошо, что цирк – это добро. После уроков дрессуры гостям можно было пройтись по манежу и попробовать выполнить те трюки, которые здесь делают тигры. Некоторым повезло побывать в роли дрессировщика. Хорошо. Что тебе понравилось? Больше выступали на сцене, где тигры дрались. Как тебе тигры? Красивые? Да. Что они делали вообще? Можешь рассказать? Вот маленькие, они больше всего дрались, игрались и бегали за другом. А большие рычали и нападали, как сказать. Мне понравилось то, что я видел тигров, еще когда они прыгали через кольцо, а еще когда мы выходили на сцену. На этом сюрпризы от московского цирка не закончены. Совсем скоро на представлении появится настоящий Дед Мороз. Увидеть выступление династии Багдасаровых тагильчане смогут до 12 января. Полина Зорина, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ.